Преодолев без преувеличений огромнейший путь, маленькие шедевры юных художников вернулись в Российский Центр Науки и Культуры в Бресте. Туда, где проходил их отбор на международную выставку. О масштабе пекинской экспозиции, посвященной 15-летию Шанхайской Организации Сотрудничества, говорит уже тот факт, что участие в ней приняли более 500 ребят из 12 стран, в их числе немало белорусов. 12 ребят из Бреста от 7 до 11 лет. Представители учебного центра «Позитив», учащиеся в гимназии номер 5, а также студии изобразительного искусства «Аквариум». 3 июня состоялась эта выставка. Очень многие дети впервые получили признание на этой выставке. И вручал дипломы, специальные дипломы, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. У наших детей не было такой возможности съездить в Пекин, но нам переслали эти дипломы. И вот сегодня в торжественной обстановке мы выполняем это поручение и будем вручать дипломы нашим детям-победителям. Не похожие друг на друга яркие, красочные, с интересными сюжетами и задумками. Рисунки, несомненно, заслуживают высокой оценки. Фантазия юных художников безгранична, но, пожалуй, самое главное – маленькие брещения смогли в полной мере раскрыть заявленную тему. Не по возрасту зрелые представления о том, что такое дружба между народами. Но переданные в своей детской интерпретации, это относится к каждой из работ выставки. Все друг другу помогают, никто никого обижает и все делятся. А чем делятся? То, что у кого есть. У кого-то есть, допустим, что-то сладкое, он сладким поделится. У кого-то есть что-нибудь красивое, он может поделиться. Мы принимаем всех детей из всяких стран и все дружат вместе. Никто это не обижает никого, все дружат. Участие международной выставки брестских ребят, а тем более признание их таланта на таком высоком уровне. Заявка на новые перспективы сотрудничества и дружбы народов. Мороприятие такого рода благоприятствует развитию творческих способностей детей, предоставляет возможность самовыражения, содействует укреплению культурных связей между странами. Упускать возможность показать свои таланты в дальнейшем эти брестские ребята не станут. Поддержку в своих начинаниях юные художники найдут непременно. Для этого есть все основания. Чтобы брест звучал, это же самое главное, для чего мы работаем. Я не могу сейчас взять на себя ответственность и сказать, что такие конкурсы будут повторяться ежегодно. Но идея, в общем-то, хорошая. Может быть, не обязательно в Пекине. Почему в Пекине? Потому что штаб-квартир находится в Пекине, этой шанхайской организации сотрудничества. А так, в принципе, можно по очереди в каждой стране проводить. Детская дипломатия, на мой взгляд, самая эффективная. Вы знаете, это замечательно, когда дети разных стран через свое творчество заявляют о себе, заявляют о той стране, в которой они живут. И когда вот эти выставки, другие мероприятия, конкурсы проводятся в международном формате, конечно, это создает дополнительные предпосылки для укрепления сотрудничества, дружбы между народами. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.